Всем доброго, тыхого, мырного дня! Девчат, вы знаете, сегодня вот пришла с работы недавно, видео, думаю, выйдет вечером, неохота, вот, знаете, вы привыкли, точнее, не привыкли, а я стараюсь, да, а вы к этому привыкли, я стараюсь там всегда выйти накрашенная, с прической, там, постараться так, чтобы картинка была красивая, ну, я над этим работаю, да, я понимаю, что я блогер, меня смотрит много людей, и когда люди смотрят, они мотивируются, они как-то где-то в чем-то примеряют к себе, вот, и я так хочу, и я так могу. И когда есть такой момент, знаете, когда только начинаешь вести свой канал, сегодня вообще будет видео ни о чем, поэтому, если вы не любитель послушать меня, просто, хейтерский палец трошечки сломался, надо идти, ноготь сломался. Если вы не любите мои бла-бла-бла, сегодня как раз будет этот момент, да, когда я не буду рассказывать о белках, жирах, углеводах, я не буду делиться какой-то информацией ценной, боже, девчата, это информация. Открой и делай. На моем канале, на других каналах, только действуй. Кстати, завтра действовать будете, хочу опубликовать вам одно из своих меню, на котором я постройнела на 57 килограммов, поэтому, ну, то меню будет там, где я постройнела на 45, поэтому дождитесь. Завтра как раз отчет, кстати, завтра отчет, кто является участником моего марафона, с сопровождением, хотела сказать, с сопровождением уже стартанул марафон, а есть еще марафон, который каждую среду тростиночки отчитываются своими результатами. Поэтому завтра как раз такой день, когда девчонки будут отчитываться, и обязательно найдите это видео, будет название «Бюджетное меню», на котором я похудела на 45 килограммов, ну, в общем, в таком плане. А нет, лучше подпишитесь, чтобы не пропустить видео, потому что видео, меню рабочее, на нем постройнела не только я, постройнеет очень много людей, поэтому берите на вооружение, но это будет завтра. И вы знаете, когда вот ты блогер, ну, уже с серебряной, а ее не видно, тут она сзади там стоит, с серебряной кнопкой, уже какая-то ответственность перед людьми, уже как-то, знаете, иногда там себе и не позволишь, и хочешь что-то записать, а думаешь, так, это же надо накрасить губы, ну, как минимум, да. Это нужно, там, я не знаю, прическу уложить. И вы знаете, я вот заметила, что, когда я хочу что-то сказать, а это нужно сделать, я не записываю видео. Думаю, да, ну, пока то, пока сё, а ну, бегом, всё, бежишь, спешишь. И, а сегодня у меня такое желание, знаете, вот так вот прилегла, и решила с вами немножечко пообщаться, без макияжа, без ничего. Почему я так делаю? Потому что, наверное, доверяю вам, наверное, знаю, что у меня здесь только мои друзья есть, и какая-то трещинка, что-то там не так, ну, вы простите, да. Знаете, есть понять и простить. Поэтому, наверное, знаете, я хотела бы ещё вас спросить, почему вы на моём канале? Ну, вот как бы, ладно, там только увидели канал, только подписались, а так уже, ну, как бы, мы с вами будем гулять, праздновать. 3 сентября будет уже 4 года ведения Ютуб-канала, как я стала блогером, и уже я посчитала, у меня получается где-то около полутора лет удержания результата, минус 57. Это вообще круто. Я вот как-то сама анализировала, думаю, Лена, представляешь как? Представляешь, как у тебя раньше было, ну, максимум у меня было там 30 килограммов, я могла сбросить, и то сбросила, потом наела, потом опять сбросила, ну, то есть вот такие вот качели. А здесь, ну, как бы, знаете, для меня это тоже показатель. И в этот раз хочу вас поблагодарить, потому что для меня это тоже своего рода ответственность, да. Ты же приходишь на канал, вещаешь о здоровом питании, а как же ты будешь там назад набирать вес, да? Ну, как так? Как? Тут у меня, например, такого понимания нету. Наверное, многие слились, блогеры, да, которые стройнели, которые, возможно, вы смотрели, и их сейчас нет. Если честно, вот не смотрю никого, потому что просто нету времени. Я не знаю, может, на меня блогеры некоторые обижаются, и есть такие блогеры, которые меня смотрят, да, комментируют, а я не комментирую в ответ, потому что, девчонки, ну, просто нету времени. Я могу зайти там на эфир, посидеть, послушать, оттыркнуть лайк и выйти. Хотя я понимаю, что блогеру надо, чтобы люди, важно, точнее, не надо, а важно, чтобы люди там писали, комментарии, то есть канал, понятно, что живой, а не просто сидят и слушают. Поэтому пишите своему любимому блогеру, если вы его смотрите, приходите на эфир, обязательно пишите комментарии. Я этим не страдаю, поэтому я вас не прошу, я знаю, что вы мне и так напишите свой комментарий. Девчат, сегодня такая жара была, и сегодня на работе кондиционер не включаю, потому что, ну, как бы, дорого-богато. Ну, те, кто частные предприниматели, те меня поймут. А сегодня, и вот вчера была очень, не, вчера была выходная, позавчера, наверное, это было, или еще день назад, я уже не помню. И я думаю, ну, елки-палки, ну, вот ради чего мы живем, ради чего я живу, для того, чтобы постоянно экономить. На чем я сейчас экономлю? Я не включу кондиционер. Духотища. У меня работают очень много этих оборудования, да, работает оборудование на лимонад, работает кофейный автомат, работает охладители. И я вот там стою, там, ну, как минимум 30 градусов, это 100%, это как минимум. Учитывая там свою специфику своего здоровья, да, учитывая какие-то там заболевания свои, я вот, экономя на своем здоровье, я вот лишаю себя, да, такой возможности. И вот, знаете, даже с войной как-то совершенно поменялись ценности. Если раньше как-то там деньги заработать, вот, ну, вот как-то вот такое, да, вот работа, не работа, давление, не давление, плохо, не плохо, я плелась на работу, я шла, потому что, ну, как я не пойду на работу? Без меня же работа остановится. Как? Как? А на самом деле, девчата, ну, вот если сам о себе не позаботишься, если сам себя не пожалеешь, ну, вот есть такое выражение, я где-то прочитала когда-то, вот, вот ты умрешь, тебя, ну, там родные еще пару-тройку недель повспоминают, а потом всех работа, всех заботы, всех закруживает, и все, а тебе уже не вспомнят. Ну, возможно, там на годовщину придут и вспомнят о тебе. А так, если ты сам о себе не позаботишься, о своем здоровье, о своем, о своей стройности, а стройность – это не эстетическая красота, да, стройность, мы хотим по стране для того, чтобы выглядеть красиво, да, это в первую очередь здоровье. А красота, она уже как бы приходит параллельно, потому что с набором лишних килограммов, естественно, они тебе придают возраст. Мне тоже, вы знаете, вначале, когда я только начала вести свой YouTube-канал, мне вначале писали о том, что Лена, ты, там, тебе 60 лет, а особенно там такие любители пописать, не пописать, а пописать. Старуха там, ну, короче, такое писали. Я сначала так обижалась, думаю, ну как, ну мне же тогда было еще только 46, ну как, почему они мне так пишут, мне было так дико, знаете. Ну, вот, когда ты становишься блогером, блогером тоже, оказывается, не очень просто быть, если ты не готов к тому, что тебя будут хейтить, да, а потом уже дальше я поняла, если у тебя нет их хейтеров, то ты вообще ничего не значишь, как блогер, я очень рада, что у меня есть хейтеры, и я понимаю, что, ну, для них, хотя бы для них, я что-то значу, да, потому что люди приходят, и я понимаю, почему они пишут эти комментарии, потому что у них у самих ничего не получается, они срываются, возможно, какие-то проблемы. Мне, кстати, знаете, один человек рассказал о том, что одна из ее хейтеров, она учительница, и поругалась с мужем. Представляете, учительница, вот вы только представьте себе, конечно, картину, учительница поругалась с мужем, и для того, чтобы снять вот этот стресс, она создала аккаунт, и говорит, такие вещи там писала, такие вещи писала, что это просто ужас. То есть люди, хейтя тебя, таким образом высказывают вот свои, скажем так, неудачи. Поэтому вот, когда я только это поняла, мне понадобилось, ну, может быть, где-то, мне было сложно, наверное, первые, первые, наверное, где-то месяца два-три, я не понимала, я же делюсь со всем миром, я же, я же хочу всем рассказать, что это возможно, у меня же получается, и у вас получится, и, а меня только так, ты-дыщ, ты там то, ты сё. А потом, когда я поняла, когда вот, знаете, вот блогером может только стать тот человек, который, который не будет это принимать настолько к себе, да, ты понимаешь, что ты одна, ты, как говорят, не доллар, да, или не евро, чтобы всем нравиться, ты не конфета, которая всем понравится, конфеты и то не все нравятся, да, вот есть там барбариса, есть шоколадная, кто-то любит барбариса, кто-то любит шоколадную конфету, поэтому всем ты нравиться не будешь, но, вот знаете, самое главное, что блогер может выбирать, с какой аудиторией он хочет остаться, и с какой аудиторией он хочет видеть у себя в комментариях, на канале, вот это очень круто, Как у аудитории есть возможность смотреть этого блогера, не смотреть этого блогера, так и у блогера, если ему начинают писать всякую хрень. Мне очень нравится, когда комментаторы это аргументируют, это же мое мнение, а когда человек высказывается абсолютно некорректно, когда человек дает советы, когда его абсолютно об этом не спрашивают, вот он об этом не думает. Поэтому круто, что у блогера есть возможность общаться с этим человеком, не общаться, читать его комментарии, не читать. Вот очень круто YouTube сделал, знаете, такую кнопочку бан. Поэтому если мне не нравится, я не трачу сейчас свою энергетику, а мне люди, знаете, что говорят в моих марафонах, которые на сопровождении, я там, ну скажем так, больше выкладываюсь. Мне говорят, у тебя такая энергетика, Лена, мне твое похудение нафиг не надо. Это твоя энергетика, как ты двигаешь, как ты толкаешь меня. Ты меня, говорит, подняла и понесла, понесла, понесла вот энергетика. Ну, наверное, да, наверное, есть какая-то энергетика. Мне и мамочка, царство небесное, говорила о том, что у тебя, говорит, есть вот такое, как вести людей за собой. У меня и папа такой был, царство небесное, папе. Мама, она такая была, более, ну как сказать, более домашняя, что ли. Папа у меня такой был, активный очень, и она говорит, так ты вся в отца, ты вся в отца. Мамулька была такая спокойная. В понедельник, кстати, в понедельник будет маме уже 40 дней, поэтому я и выходная в это время. Поедем, скорее всего, к сестре поеду. Ну, скорее всего, поеду к сестре и поедем на кладбище. Ну, а после кладбища поедем, поменю маму уже туда, к ней домой. Ну, там, где сейчас сестра живет. Не сейчас, а живет сестра. Поэтому вот такие вот у меня планы. Девчат, вы знаете, вот как-то так поговорила, и когда так легче стало, вот прям такая, раз и. Вот классно быть блогером, когда ты можешь вот так вот включить камеру. Вы знаете, я настолько не стесняюсь выйти вот ненакрашенная, да, вот абсолютно не стесняюсь, потому что я знаю, что здесь исключительно мои единомышленники. Исключительно те люди, с которыми, смотрите, какая у меня подушечка. Классно. Исключительно те люди, с которыми я могу поделиться. И которые, знаете, ну вот, ну блогером вообще классно быть, круто быть. Да, даже иногда, когда на душе скребут кошки, ты можешь так включить камеру, поговорить и все. И ты получишь обратную связь, получишь обратный ответ от людей. Все, мои хорошие. Я так вас немножечко приболтала сегодня, но это не факт, это не повод, точнее, для того, чтобы нам завтра с вами, вам завтра не отчитываться в марафоне. Поэтому завтра, сейчас замонтирую видео, поделюсь с вами меню. Завтра ждите меню, берите на вооружение, пользуйтесь и обязательно улучшайте свое здоровье. И вы должны обязательно помнить, что вы самая лучшая версия себя. Я об этом знаю, я об этом помню, я себя люблю. Я хочу, чтобы и вы тоже делали все для себя, любимой. Все, мои хорошие. Если вам понравился такой формат, вы знаете, мне так понравилось, одним кадром. Поговорила, рассказала все, что на душе. Вот просто как будто подружки сидят вот там по ту сторону экрана, и мы вот так с вами ля-ля-ля-ля-ля-ля. Мне было очень сегодня, знаете, наверное, необходимо вот так вот поговорить, выговориться. Я очень рада, что вы у меня есть. Все, мои хорошие. Я вас люблю, целую и ценую. Люблю, украинцы, я обожаю вам тыхого, мырного дня. Всем людям на земле я обожаю мыру и злагоды. Я вас люблю, целую и ценую. Пока-пока.